Привет, друзья! Сегодня покажу видео, как сделать кивок для зимней рыбалки из кабани и щетины. Кивок из щетинки дикого кабана является очень хорошим ориентиром поклевки, особенно в ухоземье. Удочки со щетинкой надо оснащать хорошей качественной леской не толще 0,12 диаметра. Щетинка по тесту подходит к любой мормышке, как свинцовой, так и вольфрамовой, не тяжелее 0,5 грамма. Для начала щетинку надо подготовить. Если есть возможность надергать щетинку, надо ее брать с холки шкуры убитого зверя. Она должна быть длиной где-то приблизительно 15 сантиметров. Вообще, чем длиннее и толще щетина, тем лучше. Вот идет щетинка. Кончик ее идет как кисточка. Его нам надо склеить суперклеем. Он станет жестче. Берем этот кончик, намазываем клеем. Чуть-чуть вот так вот. И не боясь, вот так проворачиваем. Придавливаем и сворачиваем, и крутим его. Крутим, крутим, крутим. Весь клей впитывается в ворс. Все. У нас получается такая сплошная щетинка. Дальше склеенную кисточку нам надо будет продеть в бисер. В мелкие, желательно яркого цвета. На кончик одеваем три бисеринки. И делаем петлю. Сейчас покажу. Чем ярче бисер, тем лучше. Так как поклевку будет более видно. Вот первую бисеринку я одел. Получается на кончике получилась у нас петелька. Петелька. Я загнул ворс вот так, одел. И бисер мне сейчас надо первый посадить на клей. Вот так должен выглядеть кивочек. Бисер надо ставить меленький. Крупным увлекаться не надо, потому что он влияет тоже на грузоподъемность кивка. Петелька у нас готова. Теперь с другой стороны щетинки нам надо сделать узел. Узел завязывайте, не бойтесь. Кабанья щетина такая крепкая. Я вырывал плоскогубцами со шкуры ворс. Узелок готов. Узелок делается для того, чтобы ограничивать подвижность кивка. Еще нам понадобится два кембрика. Длиной где-то 5 мм. Чтобы налазили на хлыстик удочки. Желательно брать яркий и силиконовый. Ну, в принципе, может подойти и обычный велосипедный ниппель. Вот так уже выглядит кивок на удочке. Грузоподъемность можно его регулировать, задвигая и выдвигая щетинку. Те, кто ловит на щетинке, заготавливают их впрок. На запас. Потому что всякое бывает на рыбалке. И ловсановые кивки лопаются. И железные ломаются. Точно так же и щетинка. Может порваться, поломаться. То ее лучше хранить на спичке. На спичке, в каком-нибудь чехле или тубосе. Или в пенале. Вот, к примеру, одна из перспективных мормышек. Для ловли на щетинку. Крючок у нее третьего номера. Вес мормышки 0,3 грамма. Подсаживайте к ней мотыля. Сама мормышка напоминает какую-то личинку. Вот так выглядит мормышка на кивке. Как она огружает сам кивок. Когда ловите на мормышку, игра производится плавная. Опускаете то вниз плавно, то вверх. При этом надо делать паузы как в начале подъема, так и в конце. С мелким дрожанием мормышки. То есть играете вот так. Немножко дергаете. Под водой мормышка дрожит. Такая техника зачастую выручает в те дни, когда вообще не клюет никакая рыба. Обычно это глухозимие. Или перепады погоды, давления. Когда рыба не хочет брать более крупные мормышки. Она вот такую мелкую букашку соблазняется. И охотно клюет. И хочу еще добавить, что кабанья щетина не так обмерзает, как обычный кивок. Ну все, что хотел сказал. Кому что не ясно, пишите в комментариях. Кому видео стало полезным, ставьте класс, подписывайтесь. КОНЕЦ КОНЕЦ